Привет! Мне на днях прислали вот это вот видео и спросили как сделать на нем эффект перешагивания через дом. Предлагаю вам разобрать ошибки. Первая ошибка. Снимали видео без штатива и поэтому видео трясется. Если вы решите сделать этот эффект, то придется использовать инструмент трекинг, а его в Premiere Pro нету. Нужна как минимум программа After Effects, а она уже не для новичков, она посложнее. Вторая ошибка. Камера должна быть зафиксирована как можно ниже, чтобы дом, который вы перешагиваете, был чуть выше колена. Третья ошибка. На исходнике мы видим деревья, которые выше дома и они находятся перед ним, поэтому их тоже нужно вырезать масками. Об этом я чуть позже расскажу подробнее. Вы слышите это, да? Там вот где-то сигналка работает и она уже минут 10-15 наверное работает. Блин. Ну выключи ты сигнал. Ключите, сложно что ли, а? Четвертая ошибка. Дом, который будет участвовать в эффекте, должен быть как можно ниже. И кстати, это может быть не только дом. Эти все видео я нашел в интернете с этим же эффектом. Теперь, когда мы разобрали все ошибки, идем на улицу снимать исходники. Закидываем видео на таймлайн. И первое то, что нам нужно сделать, это удаляем музыку, зажимаем Alt, нажимаем на дорожку с музыкой, то есть выделилась только дорожка с музыкой и нажимаем Del, удаляем. Нам теперь нужно выбрать кадры, которые у нас будут вообще на видео. Вот примерно отсюда начинаем, когда меня еще нет в кадре. Так, чуть увеличим. Да, вот. Вот меня еще нету в кадре. Вот отсюда будет начинаться наше видео. Потом, хоп, я появился, сделал все свои действия и вышел тихонечко из кадра. Вот. Здесь вот заканчиваем. Вышел из кадра, вот. И моя тень за мной тоже вышла. Оп-оп. Вот. Здесь вот заканчивается видео. Видео будет примерно 5,5 секунд. Это видео нам нужно дублировать. Дублируем, зажимаем кнопку Alt. И видео перетаскиваем на дорожку выше. Все, она дублировалась. Вот, пока меня нету в кадре, правой кнопкой мыши нажимаем. Freeze Frame Hold Optium, что называем. Окей. Все. Теперь это картинка просто. Это screen, это не видео. Теперь нам нужно маской выделить вот этот вот дом. И все, что находится под ним. Так. Нажимаем на screen. Обязательно нажимаем на screen. Effect controls. Если у вас нет этой вкладки Effect controls, есть вкладка Windows. Нажимаем на нее. И вот здесь находим эффект controls и нажимаем на него, и он появится. После того, как он у вас уже появился, нажимаем вот здесь. Вот здесь параметр opacity. Под ним есть вот такая вот перо. Нажимаем на него. Все. И это и есть инструмент маска, который мы будем вырезать дом. Увеличиваем видео для удобства. И начинаем рисовать дом по контуру. Просто обводим. Очень качественно там этот дом обводить вообще не нужно. Так что насчет этого можете не запариваться. Возвращаем натуральную величину видео. Все. И теперь вот смотрим. Здесь по краям получилась такая размытость. Небольшая. Это можно убрать. Выбираем просто вот здесь вот опять наш screen. И вот здесь вот mask feather есть параметр. Выбираем его на 0. Просто вот и все. Теперь самое сложное. Это будет анимировать ногу левую. Точнее правую. Вот первую, которую я перешагиваю первой ногой. Ее нужно анимировать. Дом не должен правую ногу перекрывать вообще. Когда вот я поднял ногу. Вот я поднимаю ногу. И дом дальше не должен перекрывать ногу. Я как бы должен через дом переставлять ногу. Дублируем снова нижнее видео. Вот это на верхний слой. Над домом обязательно. Чуть увеличиваем для удобства. И это видео будет начинаться вот отсюда. Когда дом пока еще не перекрывает ногу. Нажимаем русскую кнопку S на клавиатуре. Обрезаем вот в этом месте. Нажимаем кнопочку рядом V. И удаляем с левой стороны все. Так вот получается. Вот так вот оно будет выглядеть. И где это видео будет заканчиваться. Сейчас покажу как только вторая нога поднимается. Вот только нога поднялась. И ее уже не перекрывает дом. В этом месте это видео кончается. Все обрезаем. Удаляем слой. Скрин он должен в этом же месте закончиться. Получается вот так вот. И теперь вот это верхнее видео которое у нас получилось. Вот это коротенькое. Его на нем нужно анимировать правую ногу полностью. Покадрово. От начала и до конца. Вот до сюда. Открываем первый кадр. Увеличиваем. Побольше делаем. Для удобства увеличиваем видео. Параметр opacity. Вот здесь вот есть перо. Нажимаем на него. Выбираем инструмент перо. Вот он находится. И обязательно нужно нажать вот здесь вот на часики рядом с параметром maskpad. Если не нажмете, видео не будет анимироваться. Вы просто будете маску перетаскивать. На самом деле оно не анимируется. Можно анимировать не прям четко вот. А и нижний слой кстати его скроем пока что. Чтоб он нам не мешал. Здесь можно анимировать не супер там четко по грани кроссовка. Там по грани штанины. А вот можно вот так вот. На фоне дома можно делать вот так вот. Допустим. Вот так вот. Издалека получается анимировать. С запасом, да? Вот так вот. Оп-оп. Ну так будет проще и быстрее. Сейчас покажу дальше как придется анимировать. Смотрите же. Вот видите уже косячок. Вот здесь вот получается такой. маска не должна заезжать на эту ногу вообще в принципе. Ее не надо трогать. И лучше убрать вот этот вот параметр mask phaser, чтобы она не размывала края, потому что будут там потом осики будут. Все дальше анимируем вот так же. Продолжаем. Если нужно добавить еще точки, добавляем. Это не сложно. А дальше вот видите, уже все получается как бы нога перекрывает другую ногу. И надо уже аккуратненько здесь по контуру уже нужно обводить это все. Вот так вот. Примерно вот так вот. Ногу он ввел. А здесь можно не по контуру вот так вот. Я этот момент ускорю, чтобы не тянуть время. Потому что я сейчас анимировать буду как минимум там полчаса, может даже больше. А пока я буду все анимировать, вы можете подписаться на мой канал, ставить лайк и прокомментировать это видео. Для меня это очень важно, чтобы мой канал попадал в рекомендации и продвигался. Все, наше видео готово. Осталось сделать только небольшую цветокоррекцию и сохранить видео. Как видео сохраняется? Нажимаем на кнопку X и вот получаются такие слева скобки, справа скобки. И либо вот здесь вот кнопочка, есть левая скобка, правая скобка. Выделяем наше видео, которое нам нужно сохранить. Вот в данном случае вот у меня вот так вот. А дальше нажимаем сочетание клавиш Ctrl M. Английское M на клавиатуре и Ctrl. Зажимаем просто. Выскакивает вот такое окно. Здесь выбираем нужные параметры, настройки, делаем экспорт. И все. И он экспортируется в ту папку, которую вы там указали. В принципе все. Видос готов. Не делайте, наверное, перешагивание через дом. Потому что, видите, это нужно анимировать все очень долго. Такая кропотливая работа. Лучше вам посвятую, делайте перепрыгивание через дом. То есть вы подпрыгнули сразу обоими ногами, получается. И в этом месте скрин удалили. Ну, обрезали скрин, удалили все. И потом вы уже, получается, на передний план перед домом прыгаете. Все. Как бы тут элементарно, быстро. И не придется ничего анимировать так долго. А перешагивание, да, перешагивание это делается очень долго. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. И вы поставите мне лайк и комментарий какой-нибудь напишите. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выходы. Потому что у меня запланировано очень много видео. И все будет все интереснее и интереснее. Потому что мы с вами вместе развиваемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok